Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале! Всех приветствую в нашей школе будущего! В этом видеоматериале продолжаю работать с мультфильмом «Домашний козел 2» и будем обсуждать опять языческие символы. И я хочу назвать этот видеоматериал «Две пятерки греха сошлись». Почему? Сейчас объясню. Вы видите сейчас на экране две руки. Причем это две разные руки. Это левая рука мужчины и левая рука женщины. Это не просто руки. Это руки супружеской пары. Каждая рука держит свой жезл. И в итоге вот жезл образует крест. Ну, я думаю, что вы поняли, что это супружеская пара языческих богов, богини языческой матери, которая присутствовала во всех культах. Культах это наша Вавилонская блудница или, как мы ее называем теперь, Астарта. Ну, а вторая мужская рука, сами понимаете, что рука дьявола. И дьявол это у нас олицетворение чего? Олицетворение всех идолов, всех башков языческих, которые присутствовали в различных языческих культах в мужской ипостаси. И вы видите, у них на руках обручальные кольца. На мужской руке у нас кадуцей. Это символ, который пришел к нам из Египта. И обозначает он змея. На женской руке мы видим сердечко. Причем это сердечко, оно в крови не случайно. В принципе, вот еще и красный цвет присутствует, красная подсветочка, потому что руки у них действительно в крови. И, к сожалению, вот этим тварям по сей день поклоняются все те, кто приносит какие-либо жертвы. И я хочу сегодня вам повторить имена женской ипостаси и мужской ипостаси. Но прежде чем я это сделаю, я хочу вам показать их символику, которая присутствует в мультфильме. Вы видите пентаграмму. Пентаграмма у нас с лучом кверху обозначает, с одним лучом обозначает женскую ипостась, а вот с лучами двумя кверху обозначает мужскую ипостась вот этих языческих богов. Ну, здесь сразу вырисовывается еще и символика козла, поскольку если изначально дьявол был у нас змеем, который изрыгал огонь, то впоследствии он становится еще козлом, бараном. Во всевозможных он образах присутствует в различных языческих культурах. И я сейчас повторю имена языческих богинь, я вам уже их называла. Я вам говорила, что это и Усатый, и Исида, и Изида, Астартак, и Бела, Кааба, Лада в славянской культуре, Макошь, которая к нам пришла из другой культуры. И теперь хочу перечислить имена дьявола. И впредь не хочу, в принципе, его так называть, потому что мы не должны пользоваться этим термином. Пока мы будем им пользоваться, он будет заполнять вот нашу матрицу, и мы никогда не избавимся от этого зла. Почему я об этом говорю? Очень многие люди постоянно о нем говорят. И многие ютуберы иногда в течение суток, ну, просто систематически по многу раз это имя произносят, нельзя этого делать. Ни в коем случае. И я бы хотела, чтобы мы называли, вот хотя бы заменили этот термин именем Ваал, поскольку так он преподнесен на страницах Ветхого Завета. Ну и сейчас я вам перечислю те имена, которые присутствовали в различных языческих культах. В Египте это был Гор, затем он стал Амон-Ра. Еще его имя Молох, Мильх, Милькарт, Ваал, Баал, Кронос, Аллат, в мужской ипостасии, от которого произошло имя Аллах. Это Визельвуд, Зевс, Белл, это Гад, это Эль, это Элохим. Для чего я перечисляю вот эти имена? Для того, чтобы вы знали и не пользовались ими. Поскольку даже ники некоторые у ютуберов имеют вот эти вот названия, ни в коем случае этого делать нельзя. Где распространен был культ сатаны? Да везде и по сей день распространен, к сожалению. Конечно, он пришел из Египта к нам. И поклонялись ему и Семиты, и Финики, и Ханаани, и Сирийцы, и Северная Африка, и Карфаген, и Сидон, и Скандинавия, и Ирландия, и Кельты, и Пальмиры, и Греция, и Вавилон, и Рим. Все поклонялись, и, к сожалению, и сегодня поклоняются, поскольку вот когда приносится живая душа в жертву, это и есть жертвоприношение сатане. Богу-творцу такие жертвы не нужны. Бог-творец, он создал живые души, и ему нельзя в жертву приносить их, поскольку он говорит нам заповедь какую? Не убивай душу живую. И это подтверждает все тексты Писания. Я сейчас включу мультфильм, чтобы вам не скучно было. Смотрите вот кадры, смотрите символику, а я буду рассказывать вам. Мне бы хотелось вам сегодня сказать о том, что те, в принципе, вот жертвоприношения, которые существовали в языческой культуре, которые были связаны с этими богами, в первую очередь, конечно, с сатаной, они были настолько зверскими. Вот если вы вдумаетесь в имя Мелькарт, Мельх, Молох, то вы поймете, что это обозначает молоко. Если молоко, значит, кого приносили в жертву? Правильно, маленьких детей. Маленьких детей, которые питались материнской грудью. Это было страшное зрелище. Существовала статуя, огромная медная статуя. И вот прототип этой статуи, он есть. Вы увидите в мультфильме кадр, когда вот такой зеленый человечек, губастый, танцует с крестом на груди. Это как раз вот изображение той статуи. На руки к статуе клали малышей, живых малышей. Внизу разжигали костер. И затем вот этих малышей скидывали в этот костер живьем. При этом матери обязательно должны были присутствовать. Матери должны были в экстазе танцевать от радости. Они танцевали ритуальные танцы. Они пели, плясали. И это было достойным поведением, поскольку это был дар Богу, которому они поклонялись. Жертвоприношения просто сумасшедший массовый характер несли. Вот я сейчас примеры приведу. Гимера, 409 год до нашей эры, жертвоприношения для Астарта. Три тысячи младенцев. И там же вот в этом месте, где были принесены в жертву вот эти младенцы, нашли камень. Камень описывает события, чтобы одновременно, единовременно было принесено в жертву 7 тысяч младенцев. И там же вот была найдена фигурка вот этой вот Астарты. Я хочу вам сказать, что образ Астарты, он остался и присутствует в нашей жизни. Когда мы видим ангелочков с крылышками в женской ипостаси, то это как раз символика Астарты. Поэтому, девочки мои дорогие, не фотографируйтесь в этом образе. Это образ дьяволицы. Ничего хорошего он вам не принесет. Теперь я хочу вот вам зачитать выдержки о тех жертвоприношениях, которые были посвящены Ваалу. Во-первых, приносились, конечно, в жертву в первую очередь пленники. Причем выбирали самых красивых пленников. И приносились жертву они массово. В Карфагене 500, ой, 3000 пленных было Ганнибалом принесено в жертву в 408 году. И ежедневно приносились по 1000 человек жертву. Причем пленников, над ними так издевались, над пленниками. Их разрубали живыми на куски, затем бросали в море. Ну и о жертвоприношениях этому богу младенцев тоже говорится. В Карфагене в 409 году были принесены в жертву 500 младенцев. Они были сожжены. Причем очень часто приносили в жертву детей именно из знатных фамилий. Это считалось честью. И найдены целые гетокомбы вот с такими детьми из знатных фамилий. В 264 году, в 46 году до нашей эры, это период плунических войн, 200 детей знатных семей были принесены в жертву. И помимо них, обратите внимание, 300 добровольцев пришло. Причем из них еще выбирали самых красивых для того, чтобы принести их в жертву. При Агафокле тоже массовые жертвоприношения. Говорится о том, что 500 младенцев также сожжено. При Гелиабале самые красивые мальчишки приносились в жертву. И в 408 году в жертву Ваалу принесены 3000 пленных. А в 409 году 3000 пленных были принесены в жертву Астарти. В Иерусалиме существует долина детей Еномовых. Это вот такой огромный тафет, 50 метров длиной. Это вот типа бассейна, прямоугольник. И под ним найдены детские останки. Причем это дети от 2 до 12 лет. Они захоронены в урнах в виде трона. И вот эти урны, они разукрашены в полосочку. Черно-красную полосочку. Вы знаете, вот в мультике есть такая символика. И она присутствует у нас на флаге Соединенных Штатов Америки. И на галстуке у президента. Вот, собственно, все, о чем я хотела сказать. Поэтому еще хочу потом, впоследствии, сделать вам видеоматериал о жертвоприношениях. Которые, вот, зачитать вам цитаты, которые подтверждают то, что Богу Творцу жертвоприношения не нужны. Почему? Вот, ну, логически помыслите. Зачем Творцу нужны жертвы живых душ, которые он сам создавал? Конечно, они ему не нужны. Для Бога Творца самая главная жертва – это наша молитва и наша богобоязненность. Причем богобоязненность на уровне любви. Вот только в таком случае мы достигнем совершенства. И достигнем какого-то перехода на новый этап. И достигнем нетления в будущем. На этом, собственно, все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе. Если сейчас, вот, я так понимаю, что в ближайшее время в Одноклассниках будет у меня 5000 друзей, я создам еще одну страничку, добавляйтесь туда. Всего вам доброго. Смотрите видеоматериалы. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok